Значит у нас сейчас будет Виноградову, коротенько расскажет тезис, я так понял, ее идеи, поскольку она не смогла прийти, а потом будет у нас вот доклад, это так сказать в одно время, а тут полтора, так. Значит доклад называется биогенному атому углерода, свое значение потенциала ионизации, доклад должна была сделать Виноградова, но у нее семейное обстоятельство, муж больница, она сидит рядышком, попросила меня. Значит, в чем смысл введения? Означенная в докладе проблема возникла в связи с тем, что состояние биосферы Земли определяется антагонизмом двух генетических разновидностей атомов углерода. А биогенного углерода, солнечного происхождения, это углеводороды нефти, и биогенного углерода, это юпитерианского происхождения, белки, углеводы, живая жизнь. О чем неоднократно публиковалось. Двойственность атомных структур земной коры предопределена образованием планеты Земля в тесной двойной звезде Юпитер-Солнце. А биогенный углерод солнечного происхождения и его молекулы имеют потенциал ионизации ниже водородного 13,598 электрон вольта. Превышающая это значение вновь найденная величина 14,19 электрон вольта потенциала ионизации биогенного углерода расширяет биологическую функцию водородных связей, до этого незаслуженно игнорируемую в отношении биогенного углерода. Начнем с того, что новое видение природы атома позволяет заменить разницу в атомообразовании двух звезд, которые особенно рельефно проявляются у атомов четвертой группы второго периода углерода. Она прежде всего состоит в характере сборки диполей в атоме. Понятие о дипольной структуре атома было введено в связи с развитием космогонической концепции атомного синтеза в звездах еще в 1889 году в соавторстве с нашим учителем Ходьковым. Статья называлась «Дипольная гипотеза и ее следствия». Идея дипольного синтеза основывается на представлении о дипольном строении нейтрона и законе Кулона для взаимодействия магнитных масс. Усложнение и уплотнение атомной структуры в процессе синтеза сопровождается излучением эфирных нейтрина. Их энергией оценивается упрочнение внутриатомной связи по мере усложнения синтезирующейся структуры. Эта связь с эфиром у атома не прекращается и вне зоны синтеза. После выброса синтезированного вещества из звезды вместе со сброшенной оболочкой. Атом остается связанным с эфиром через излучение и поглощение нейтрина в процессе пульсации валентных диполей. Прочность атома как дипольной системы обусловлена частотой их пульсации как функцией энергетического резерва упругости пульсации, граничным значением которой является энергионизация атома. В простейшем атоме, атоме водорода, пульсация рассматривается осуществляющейся как гармоническое колебание электрона в поле протона. А потенциал ионизации водорода оказывается критерием энергетики атомного синтеза двух звезд. От чего зависит амплитуда пульсации атома в основном состоянии? От природы атома, от коэффициента резервной упругой пульсации. Но когда атом вступает в химическое соединение с другим атомом, на колебание его диполя оказывает возмущение влияние пульсации реагирующего с ним атома. При близких значениях частот пульсации обоих атомов может наступить резонанс амплитуд. Способностью образовывать водородные связи с водородом обладают атомы эпидетерианского синтеза. Скачки электрона в молекуле, попадающие в резонанс амплитуд пульсации реагирующего с водородом атомов, становятся межмолекулярными связями с пониженной частотой, то есть ослабленными. Что характерно именно для биологических тканей, получающих за счет них эластичную подвижность биополимера. Этот резонанс наблюдается при близких к водороду значениях частот пульсации диполей у двух атомов – кислорода и азота, что обустовлено близостью их потенциалов ионизации водорода. Когда на конференции, на наших выступлениях были замечания о том, что углерод тоже образует водородные связи в белках и углеводах, приходилось ссылаться на его очень низкий потенциал ионизации углерода, якобы не позволяющий возникнуть резонанс в амплитуду. Юпитерианскому синтезу свойственно, помимо тенденции к межмолекулярным водородным связям, такой внутриатомный способ сборки диполей, который позволяет при разных направлениях сборки образовываться как симметричной, так и асимметричной дипольной структуре. Именно асимметричный атом биогенного углерода участвует в формировании угольной кислоты, как простейшей оксикарбоновой кислоты и обеспечивает фотосинтез. Он же является непременным участником структуры аминокислот, формирующих белки, он же участвует и в синтезе сахаров. Солнечный атомный синтез отличается ростом дипольной структуры из ее центра в объемную конфигурацию с почти не отличающимися скоростями роста и всегда симметричную в разных направлениях. Дипольная структура получается рыхлая, атомеет низкую энергионизацию, легче расстаются с валентным электроном при повышении предела упругости пульсации. Создается впечатление, что атомы, занимающие одинаковое положение в таблицах элементов юпитерианского и солнечного происхождения, имеют не только разный способ сборки, но и разные энергии своих внешних уровней. А именно, энергии внешнего действующего уровня атома по Ходькову обусловлены свойства атома в физических и химических процессах. Если в случае Юпитера масса энергии внешнего поля атома, выбрасываемого в оболочки, убывает в 2000 раз, то в случае Солнца, соответственно, в 5 миллионов раз. Поэтому у атомов последнего развиваются более низкие энергии высоких внешних уровней, чем у юпитерианских. У двух рассматрив генетических разновидностей атомов углерода должны быть два разных значения потенциала их ионизации, а в справочнике дается только одно значение потенциала ионизации по данным энциклопедии «Нефти и газа». Развитие этой темы поставило авторов перед необходимостью определения второго значения. Тем более, что в предыдущих работах углерод биологической принадленности остался немножко в тени своего двоюродного врата. И что же оказывается? Углерод, активнейшим образом участвующий в формировании биологической ткани, белков и сахаров, настолько мобилен и неуловим, что его активность оказалась недостаточно отраженной количественной с точки зрения его участия в образовании водородных связей всего живого. Известно, что звенья глюкозы, фруктозы, соединяются между собой группами ОХОН, а параллельные цепи соединяются водородными связями. Структуру белков аминокислоты образуют либо связью ОХОН, либо пептидной связью СОНХ в результате конденсации амидных ННХ2 и карбоксильной СООН групп. Спиралевидные и крученые структуры в биологических тканях обязаны своими функциями исключительно водородным тканям, связям между звеньями углеродов и белков. С чем связано такое упущение в характеристике биогенного углерода? Может быть с тем, что естественные природные процессы не предусматривают биогенному углеродному атому свободное существование в виде единичных атомов. Ведь самое естественное и простое состояние биогенного углерода это углекислый газ СО2, атмосферы, гидро- и литосферы. Далее по сложности идут карбонаты, литро- и гидросферы. А какое наиболее простое соединение, а каким более простым соединением биогенного углерода можно поставить рядом для сравнения с СО2? Прежде всего надо быть уверенным, что это два разных атома углерода. Критерием различия природы соединений может стать разная длина образуемых связей и разная величина энтальпии их образования, показывающая разницу в энергии связи. Тогда альтернативой углекислому газу СО2 может служить угарный газ СО при значениях стандартной малярной энтальпии их образования. Первый. Участник естественных биохимических процессов. Другой. Последствия геохимических превращений в результате человеческой деятельности. Первое. Каково поведение двух оксидов СО2 и СО в растительном царстве. Как оказалось, у одного животворное, а у другого губительное. Животворная сущность углекислого газа СО2 основана на процессе фотосинтеза углеводов рассеяниями. 6 молекул СО2 плюс 6 молекул воды плюс энергия световых фотонов получается глюкоза одна плюс 6 молекул кислорода. Обеспечен за счет круговорода биогенного углерода жизнь биосферы. Губительная сущность угарного газа СО связана с тем, что растения не могут включить его в углеводородный цикл. Так что парниковый эффект и гипель биосферы есть следствие перенасыщения атмосферы угарным газом в результате сжатия и переработки угля, сжигания и переработки угля, нефти, нефтепродуктов, в частности бензина. Сравним структуру углекислого газа СО2 на рисунке 1 и угарного газа на рисунке 2. Структура углекислого газа СО2 образована асимметричным биогенным атомом углерода. Это плоская линейная связь. Молекула очень изначная, гармоничная, чего нельзя сказать про молекулу угарного газа. Структура угарного газа СО образована атома абиогенного углерода с объемным тетраэдрическим расположением алетных диполей, слева атом кислорода. Химические связи двух рассматриваемых разновидностей атомов сильно различаются. Поскольку молекула СО образована атомом кислорода и бирадикалом абиогенного углерода, то, по идее, углерод может быть двухвалентным, а связь двойной, образованной двумя парами пульсирующих диполей с определенной частотой пульсации. Но также не исключено и вполне возможно и четырьмя парами соседних диполей, пульсирующих со сниженной частотой. Двойная и четвертая формы связи могут быть попеременно мерцающими. Переходы из одного состояния молекулы к другому трактуются в наших работах как безизлучательные переходы со сменой режимов частоты пульсации. Эта мерцающая связь в литературе трактуется как тройная. Такую же тройную связь приписывают корбидам, щелочных и щелочноземельных металлов, не поздревая, что корбиды образованы абиогенным углеродом. При менее свободных условиях нахождения СО в замкнутом пространстве связи разрываются. Например, в стесненном пространстве эритроцита крови связь молекулы СО с атомом железа в гемоклобине осуществляется в результате разрыва связей, так что диполи углерода образуют двойную связь с атомом железа. Химические связи обеих молекул СО2 и угарного газа СО рассматриваются с позиции дипольного строения атомов в связи с их дипольной структурой и режимом их взаимодействия с эфиром. Исходя из величины стандартной малярной энтальпии образования, можно определить энергию связи Е атомов в одной молекуле. Для молекулы СО2 энергия связи будет 4,07 электрон-вольт. Для молекулы СО 1,14 электрон-вольт. Режим пульсации связи в рассмотренных двух оксидах на рисунках 1,2 энергетически очень разной. Более сильной связи в молекуле СО2, нежели в СО, соответствует большая частота пульсации связывающих атомных диполей. Для молекулы СО2 это величина, для молекулы СО это ν1. Но в самом атоме частота пульсации диполей ν определяется энергией ионизации атома через пульсационную постоянную планку. Поэтому у двух разновидностей атома углерода с отличающимися частотами пульсации связи в молекулах с одним и тем же элементом не могут быть одинаковой величиной энергии их ионизации. Какова частота пульсации диполей, реагирующих атомов в свободном состоянии? Для кислорода она определена ранее, как 5,24 на 10,14 Гц. С углеродом сложнее, так как энергия ионизации от биогенного углерода должна отличаться от таковой для биогенного атома. Как такую из них дают для углерода в справочнике по данным института нефти и газа? Полагаю, что для биогенного снова обращаем внимание на разные значения малярной энтальпии образования. Сравнение этих величин в очередной раз подтверждает, что биогенный углерод образует более сильные химические связи по сравнению с абиогенным. Почти в 4 раза. Как такой должен быть потенциал ионизации у биогенного атома углерода с учетом этой разницы и известного значения для абиогенного углерода? Не иначе, как определяется их суммой 14,19 электрон вольт. Это уже близко к величине энергии ионизации СО2, составляющей 13,79 электрон вольт, которая и должна быть чуть-чуть меньше предыдущей. В то же время значение энергии ионизации молекулы атицелена близко к справочному значению для одного абиогенного атома. Второе. Какое новое качество биогенного атома углерода возникает в связи с новым значением потенциала ионизации? В аспекте оценки жизнеспособности биологических тканей нас будет интересовать частота пульсации атомов биогенного углерода. Она оказалась в 5,4 на 10,14 степени Герц. И тогда молекула СО2 очень гармоничное соединение, такое же гармоничное, как и молекула воды H2O с процессом почти совпадающих частот пульсации атомов водорода 5,2 на 10,14 степени и кислорода как основы жизнеспособности биологической материи. Следовательно, биогенный атом углерода, оправдывая свою энергию ионизацию 14,19 Герц, участвует в образовании водородных связей как резонансе амплитуд пульсаций реагирующих с водородом атомов наравне с кислородом и азотом и даже более интенсивнее, чем азот. Потенциал ионизации азота составляет 14,53 электрон вольт, величина которой обуславливает частоту пульсации диполией 5,59 на 10,14 Герц, более далекую от частоты пульсации атома водорода, нежели углерода с новым значением 14,19 электрон вольт. До этого определения авторами, ориентирующимися на низкое значение потенциала ионизации углерода 11,26 электрон вольт, в расчете пульсационных характеристик атомов незаслуженно игнорировалось активное участие биогенного углерода в формировании водородных связей живого, обуславливающие его биологические свойства. Какая молекула может быть более доступна в качестве эталона биогенного углерода среди его простегших соединений. И может быть карбонат кальций-СО3. Естественное происхождение природный мел. Информация всегда под ногами и даже очень неглубоко. Третье. Природный мел, как эталон биогенного углерода в карбонате кальция. Покажет структуру молекулы природного карбоната кальция, построенную на основе атома асимметричного биогенного углерода. Мел имеет биологическое происхождение и состоит из обезосветленного растительного планктона океанов, отмерших скелетов и раком мельчайших моллюсков, оставшиеся от мелового периода геологической истории земной коры. Но углекислый кальций может иметь и другое происхождение, не связанное с живым веществом, а достигаемое на основе карбидокальция при высокой температуре. Получаемая разновидность кальцида имеет такую же формулу, но абиогенный углерод и другую энтальпию образования. Карбиды металла всегда образованы абиогенным углеродом, поскольку в основе карбидов металлов, в том числе и карбидокальция, кальций С2, лежит углерод кокса или каменного угля. С помощью метода рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии исследованы спектры валентных зон углерода, выделенного из карбидокремния. Форма зависимости количества выбитых электронов от их кинетической энергии выражена почти как в алмазе типичном симметричном атоме абиогенного углерода, у которого расположение полей в углах тетраэдра атома повторяется тетраэдрическим расположением атомов в кристалле. Известно из работ по технологии получения активированного угля на основе карбидов. В чем проявляются различия физических свойств карбонатов природных и полученных из карбидов? Прежде всего в оптических свойствах двух разновидностей атомов углерода, отражающих их атомную структуру. Биогенный углерод оптически активен, а биогенный углерод попытки Менделеева получить лабораторным синтезом нефтеподобные фракции в земных условиях эксперимент показал отличие синтезированных нефтепродуктов от природных ископаемых нефтей по оптическим свойствам. Четвертое. Каковы особенности функционирования двух разновидностей углерода и их оксидов СО и СО2 в животном мире? Различия в химических свойствах двух разновидностей атомов углерода очень рельефно обозначаются в процессе кровоснабжения живого организма осуществляемого с помощью молекул пигмента крови гемоклабина которыми заполнены эритроциты Молекула гемоклабина состоит из четырех белковых нитей каждая из которых привлекена небелковая группа гем или порфирин железо содержащий один атом железа Функции белковой части и небелковой группы строго разграничены Каждый гем способен удерживать и переносить одну молекулу кислорода в то время как транспорт углекислого газа осуществляется белковыми нитями глобина Кислород в альвеолах легких присоединяется к атому железа гена донорно-акцепторной ковалентной связью Образуется оксигемклабин который переносится эритроцитами в токе крови к тканям организма где гем отдает присоединенный кислород Попадающий в легкие вместе с кислородом воздуха и используя его обычную связь контакта с атомом железа угарный газ монооксид СО образует в эритроцитах вместо оксигемклабина карбоксигемклабин Устойчивый комплекс СО с гемклабином обладает химической связью в 250 раз более сильной чем донорно-акцепторная связь в оксигемклабине между молекулой кислорода и ионом железа Карбоксигемклабин блокирует процесс транспортировки кровью кислорода из легких к другим тканям что приводит к смерти организма Таково ядовитое действие СО на животное на живое В отличие от предыдущего углерода способность гемклабина взаимодействия с СО2 не связана с наличием двухвалентного атома иона железа а определяется другими участками его молекулы тяготеет к аминокислотному остатку белка содержащему аналогичные биогенные атомы оксид углерода выделяется в тканях и присоединяется к концевой альфа-аминогруппе каждой из четырех полипептидных цепей глобина с образованием карбомигемоклабина переносится эритроцитами в токе крови к легким через которые выдыхается различие поведения СО и СО2 по отношению к гемоклабину обусловлено различными природой атомов углерода в одном случае а биогена в другом биоген заключение участие двух разновидностей атомов углерода в реальных процессах биологической жизни растительного и животных царств приводит к выводу о разграничении сферы действия особенностей их атомного синтеза в разных звездах определенным энергетическим показателем две разновидности атомов углерода с разными свойствами по отношению к живой материи обуславятся двумя разными значениями потенциала их ионизации одно из них известно 11,26 электронов вольт а другое значение определено для биогенного углерода как 14,19 электронов вольта эти два значения лежат по разные стороны от потенциала ионизации водорода следовательно потенциал ионизации водорода является граничным значением между таковыми для абиогенного и биогенного атомного вещества с учетом вновь полученного значения 14,19 электронов вольт для биогенного углерода вот таблица потенциала ионизации водорода как граничное значение между абиогенным и биогенным веществом. Дальше идет список литературы. Спасибо за внимание.